Сегодня будет понятно, если в прошлый раз было ничего не понятно, то сегодня есть чанг Иванова понять. А, просят с микрофоном кинуть, если можно. Так лучше? А, вот так, кстати, лучше, по-моему. Ну хорошо, да, у тебя без наушников. Ну я тогда начну. Вот, значит, в общем, нам потребуется, так сказать, для того, чтобы говорить про, ну, мы не очень подробно обсудим квантовый случай, в смысле, в квантовом случае, когда мы будем говорить про уход SL2 с крышкой, я скорее дам рецепт. Но чтобы, как бы, рецепт имел какую-то почву под собой, надо все-таки обсудить интегрируемые модули афинные арки. Вот, SL2 с крышкой. Вот я еще раз, ну, мне чуть-чуть все-таки надо про саму SL2 с крышкой поговорить, я вот здесь это не сделал всегда в файле. Давайте я напомню, вот SL2 с крышкой, как ее построить. Значит, вот есть обычная SL2. Это, ну, там, ну, в общем, там соотношения вот такие, да. Вот, а мы хотим сделать теперь афинную. Для этого, значит, надо первое, что сделать, надо SL2. Ну, это я вкратце напоминаю, чтобы вот умножить на повином Алорана. Вот, а тогда у нас будут, значит, образующие там, не знаю, ЕК. Например, соотношения будут вот такие. Вот. Сейчас. Ну, в общем, я не буду писать все, вот. И после этого надо еще сделать, что называется, центральное расширение. Вот, то есть вот это вот, то, что я сейчас написал, это вот эта алгебра. Вот ее, ну, это алгебра петель. И это SL2, ну, вот я буду ее называть с волной. Вот это значит, что она алгебра петель. Вот. А чтобы получить афинную алгебру, нужно еще одну операцию сделать. Нужно взять и ее центрально расширить. То есть добавить еще некий центральный элемент. Мы будем говорить, только один центральный элемент добавим. Это будет K. Вот. И соотношение надо чуть-чуть подпортить. Добавить вот сюда, значит, дельта K плюс L 0 умножить на K. Вот. И еще надо испортить соотношение между H. Было соотношение H, K, H, L. Было нулем. Вот. Раньше. А теперь мы должны добавить два дельта K плюс L 0 умножить на K. Ну, то есть, какой рецепт? Как понять, где мы что-то добавляем? Ну, то есть, на самом деле, есть общая формула, которая как бы говорит, что мы, значит, добавляем только к тем членам. Мы добавляем так, чтобы бродуировка сохранялась. Ну, то есть, что мы добавляем центральный элемент только картановским элементом. То есть, вот, если справа картан, то можно что-то добавить. Это раз. А картан, это когда, значит, H, ну, картан у нас это H0 в данной ситуации. Вот. А мы как бы делаем картан побольше и добавляем H0. Вот. Это раз. А два. Ну, в принципе, есть общая формула. И вообще можно исследовать, когда, как можно центрально расширить. И вот это единственный возможный ответ. Вот эта вот прямая сумма написана как векторных пространств. Вот. А если пытаться написать какую-то там, не знаю, формулу, что центральное расширение, это значит, что есть такая точная последовательность. SL2 с крышкой отображается в SL2 с волной, да, при факторизации по центру. Вот это точная последовательность алгебры. Вот. И это точная последовательность означает, ну, и вот это вложение, оно, ну, да, вот, оно и означает центральное расширение более-менее. Вот. Вот. Ну, я конкретные соотношения написал, а это я вам чтобы пояснил, чтобы они не с неба взяли. Вот. Что люди умеют такие вещи изучать и делают это часто. Вот. Ну, мы будем обсуждать, ну, не просто само по себе это афинная алгебра, а мы больше будем в применении к интегрированным представлениям, вот, этой штуки. То есть, каким-то факторам, то есть, есть модуль Вермая, это как бы все, что порождено там нижней частью афинной алгебры. Вот. Ну, короче, давайте я скажу. Вот, значит, есть алгебра Клиффорда. Сейчас, в общем, прежде чем интегрированное представление обсуждать, я хочу сначала обсудить на этом языке, ну, вообще, в принципе, какие бывают, ну, что вот можно так, ну, в общем, мы будем, на нас будет интересовать Дираковское море, фермионное представление. Вот. И сначала, чтобы слова не пугали, надо поговорить про конечномерный случай. То есть, есть, допустим, алгебра GLN. Не SL2 с крышкой, пока GLN. Вот, а мы хотим ее реализовать через то, что я называю, ну, фермиона, это просто значит, что есть такая алгебра Клиффорда, вот, с двумя, с двумя, с двумя образующими, она с двумя степени иномерная, которая порождена вот такими соотношениями. Вот. И у нее есть представление, в которых, как бы, ну, представление на внешних формах от ПСИИ. То есть, там, ПСИИ действует как умножение на ПСИИ внешнее, а ПСИИ действует как дифференцирование по самому крайнему аргументу, ну, до ПСИИ. То есть, чтобы там предифференцировать МОНО, надо перенести, внешне прокоммутировать ПСИИ в начало, а потом предифференцировать. Вот. То есть, как бы, это знак и убирание соответствующего элемента. Вот. Вот утверждение в том, что можно задать представление алгебры GLN вот таким образом. просто сказать, что Е и ЖИ равно, ну, это ПСИИ, ПСИИ со звездочкой. Ну, это вот надо сравнивать с такой формулой, там, X, E, D, 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 X, G. В принципе, это та же самая формула. То есть, ничего не изменивается особо в этом плане. Вот. Ну, соответственно, мы хотим все-таки CSL2 с крышкой. Вот. И сначала, чтобы CSL2 крышки делать, можно разобрать... Ну, перейти к CSL2 с крышкой. Можно взять... Ну, во-первых, нужно определить, какой у нас вот... У нас теперь алгебра Броклиффорда тоже есть, но она такая бесконечно мерная. Вот. Вот. У меня два индекса. Если раньше был только индекс И, то есть первым у меня еще... Вот есть индекс И такой внизу, и есть индекс Каут с квадратных скобочек. Вот. Я вот такие соотношения требую. Вот. Ну, количество Е и ЖИ, я скажу, что Е и ЖИ пробегают индексы 1 и 2, потому что это SL2 с крышкой. SL2 с крышкой. В принципе, можно было бы построить SLN с крышкой, и для этого нужно было бы брать там индексов больше. Вот. Теперь, как строить представление? В общем, есть конкретные формулы, вот я их написал. Они, по сути, обобщение вот того, что было. Ну, вот эти формулы, они чуть-чуть лучше видят, если выглядят, если их написать в токовой формуле. То есть Е от З это ПСИ 1 от З. То есть вот давайте так. Е от З вообще это по определению просто Е, М, З степенью минус М. Не знаю. А ПСИ И от З это по определению там ПСИ и М, З степенью минус М. Вот. Тогда просто то, что здесь написано, на самом деле написано, что Е от З это ПСИ 1 на ПСИ 2 со звездочкой от З. Вот. И там F от Z, это ПСИ 2 от З на ПСИ 1 со звездочкой от З. В общем, и H от Z это разница. ПСИ 1, ПСИ 1 со звездочкой от З. Нинус ПСИ 2 от З, ПСИ 2 со звездочкой от З. вот вот так и я хочу сказать что я сейчас ну да то есть вот такие формулы есть это просто банальное обобщение того что выше написано то есть вот эти ели режим как бы е надо сравнивать едем 2 с надо сравнивать 1 2f надо сравнивать с 21 h это 11 минус е 22 ну матричный элемент ну вот и соответственно такими формами я написал они всем хороши особенно если действовать на чем-то разум пока что на разумном это значит действовать на ну там не знаю какой-нибудь конечные внешние степени взять ну вот я написал еще первых есть его легче про самое простое самое тупое влечение и валишь на представление это c202 это то которое бесконечно мерно то есть это может лучше написать вот так c2 на c от у в минус 1 вот и вот на этом представлении соответственно но она действует просто сири со звездочкой действует дифференцирование апси соответственно действует умножение и ну вот ну в общем это представление это просто обычное улечное представление так получается если просто взять все возможные и на них действует а если брать такие же выражения но уже внешние степени то будут какие-то ну какая-то кадр ну в зависимости от того сколько раз какую внешнюю степень мы там будем брать это будет соответствующая ката внешняя степень эволюэшн представления вот единственная тонкость что это на самом деле скорее ката внешняя степень эволюэшн представления же 2 с крышкой то есть там просто есть еще один гизенберг который здесь вот есть h от z он удовлетворяет таким гизенбергом что он за это таким соотношением в нашем случае есть еще один реально есть еще один гизенберг который мир не разность а сумма ну то есть такая то что отвечает как бы единица единица 2 на 2 тензорно помноженное там на т в какой-то степени к вот есть такие элементы и они вот совсем коммутируют не центрально скалярный макс вот но между собой они могут сейчас еще коммутируют центральном расширении они уже не будут и они как бы вычисляют они проверяют что у нас но очень в данных представлениях они будут действовать просто вот здесь они будут действовать но с ней не очень сложно разобраться она играет роль вот но смысл в том что так можно получать разные степени внешние степени эволюэшн представления вот а нам-то на самом деле больше интересно не представление нечто что можно его состряпать вот и нечто что из него можно состряпать это интегрируем модуль и для этого нам нужно поговорить о том что по полу бесконечной внешней степени бесконечной внешней степени это когда значит вот эти фермеры которые здесь написано все же со звездочкой дифференцирования вообще это вот их можно нарисовать вот такой вот можно представлять как фермеры которые сидят на каких-то полочках вот так вот и вертик значит здесь индекс их же это типа 12 а здесь вот значит индекс который внутри стоит вот здесь сидит здесь м то значит здесь сидит все 1 м то значит все 2 м вот и соответственно полу бесконечная внешняя степень это когда это такое значит когда мы берем все возможные фермеры на взглядом берем внешнюю степень всех штук которые находятся выше некоторого ну давайте скажем что 0 сначала определим вакуум 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 в нашем состоянии это когда мы вот здесь 0 все 1 0 все 2 значит полу бесконечной степени это все это не есть такой элемент определяет по досконечной внешней степени я говорю что это нечто что порождено вот таким вот такой вот таким счастьем полностью заполненный бесконечным произведением которым заполнены все элементы дом до нуля включительно ну или не включительно это уже вопрос соглашения вот а этот элемент называется вакуум вот а другие элементы которые мы рассматриваем которые тоже лежат полу бесконечной внешней степени это всякие разные элементы которые можно получить из вакуума применением конечного числа ну добавлением и убиранием конечного числа то есть вот отсюда можно кого-то выкинуть продифференцировать по каким-то пси все же с леса звездочку и ну умножить на какие-то все и тогда у нас получится это новый вектор порожденный вакуум то есть это вакуумное состояние она в общем на него можно действовать фермионами и вот все что получится при действии фермионами на него я и называю полу бесконечной внешней степени такое пространство порожденное вот а теперь вот на этом страшном пространстве это пространство огромное бесконечно мирное причем оно такое ну сильно более бесконечно мирное чем чем то которым обсуждает эволюция эволюция в том-то смысле двух бесконечно мирное в нем элементы нумеруются двумя целыми числами одним целым числом и одним числом 12 все все элементы в нем так нумеровать а здесь все будет гораздо в этом плане интересней но мы сейчас даже чуть обсуждает просто раз может еще что-то обсудим но вообще не так вот в общем идея такая что ну как знаете как действовать на внешней степени вот если мы берем внешнюю степень то на ней надо действовать просто по компонентам сначала к одному применить множители потом ко второму ну то есть вариантов тут немного то есть можно просто скопировать эти формулы которые здесь написано ну или вот слева и в компактном виде и использовать их вот на этой полу бесконечной внешности вот и на самом деле все бы ничего если бы иногда у нас не получали бесконечности вот ну и собственно давайте пример может чуть-чуть об этом поговорим то есть именно тут тут делается такая операция которых я сейчас пытаюсь люди мотивируют это вот эти вот точки жирные вот то что между жирными точками жирные точки называется нормальным упорядочением и смысл такой что все что под жирными точками нужно если там два оператора один понижающий другой повышает что значит понижающий оператор понижающий оператор это те которые убивают вакуум то есть там если оператор все и к вакуум равно нулю то это вот означает что он понижающий понижающий а остальные называются повышающие ну это тут я немножко физические конвенции разные физики и математики понижающих повышающих операторов это зависит от того куда модуль растет вниз или вверх я сейчас сказал в конвенции физика в общем это тот который убивает вакуум то есть те которые убивают вакуум нужно двигать направо то есть вот если тут есть произведение какой-то все один к и все один и они обложены нормальным упорядочением то нужно переставить их в таком порядке чтобы сначала действовал понижать и эта операция она просто необходимо потому что если так не сделайте так не договориться то у нас уже вот на этот самый вакуум c1 к c1 со звездочкой будет действовать на примененное к вакууму это будет бесконечность это кажется модуль растет вверх правильно ну у меня получилось так случайно да не то чтобы я это прям хотел но ноги но я там по моему один раз говорю вверх другой раз вниз и в общем невозможно сориентироваться ну да сейчас я имею ввиду такое ну да то есть принцип такой что я хочу чтобы в первом стоял тот кто убивает вакуум чтобы не использовать вот проблема на самом деле возникает только только как бы элементов которые имеют фрубировку 0 единственный момент фрубировки 0 это аж 0 вот и аж 0 он чем он пор он или хорош он короче вот это такая сумма в общем что он буквально делает вот я не ну вот если посмотреть на соотношение какими там написано вот у меня здесь хитрые соотношения написаны к плюс и написала не дельта к и это означает что как бы все все и минус к со звездочкой это вот надо воспринимать как дифференцирование по dc и от к вот здесь если раньше ну короче здесь минус это я пытался вот из-за этого здесь буквально написано что значит мы по каждой переменной просто дифференцируем сейчас неправильно то есть короче вот это состояние которое здесь написано она вычисляет сколько в вакууме есть в вакууме есть фермионов вообще всех ну а их там бесконечное число потому что вот это все фермионы которые сверху ну это получается бесконечность вот для как бы для контрасту если мы пишем здесь вот такое выражение сумму пока вот и вот суммируем пока то и применяем это к вакууму то получается 0 если неправильно понимаем ну да вот и этому потому что просто теперь мы значит просто по определению потому что вот если у нас если у нас вдруг две части когда к больше 0 и когда к меньше меньше либо равно 0 сейчас разобрать в общем я хочу сказать что выражение будет конечно вроде 0 если не ошибаюсь вот и вот именно благодаря этому нормальному произведению вот такая сомнительная операция в ком-то смысле вот ну мне кажется что ну то есть ее можно физики ее называют в ком-то смысле регуляризации то есть но не буду не будем пытаться понять что имеется в физике вот просто вообще общий смысл того что происходит в принципе что делает какой-то оператор ей например оператора е или к вот оператор е на самом деле он пытается 7 ну если я там действую там где как он на самом деле пытается 2 какой-нибудь 2 ферме он перенести на первую так сказать на первую полочку при этом под подняв его на к здесь разница вот и я к пытается какой-то ферме он передвинуть вот сюда вот пытается в том смысле что у него получается только если там пусто вот если здесь пусто а здесь занято то у него получается и вот прикол в том что вот в этой сумме которая здесь написано тут суммируется по всем возможным местоположением но соответственно большая часть слагаемых она в применении конкретному вектору 0 большая часть это значит все кроме конечного числа а вот это конечное число значит суммируется каждый возможный вариант переносится и получается такая как бы сумму по всем по всем возможным поднятием фермиона отсюда перекладыванием фермиона отсюда сюда вот то же самое это сумма по всем возможным перекладываем фермиона в другую сторону и это конечная сумма всегда вот ну и можно вот как бы провести такой эксперимент применять сначала там е е е е н потом применить там мимо сэмб и лучше наоборот да лучше наоборот лучше так лучше сначала fn применить а потом е минусы или каком-то другому состоянии можно будет убедиться что там так получится в общем останется только сам вакуум а больше ничего не останется потому что и он будет поднимать обратно то есть то есть давайте пояснилось f f минус он что будет он пытаться будет вниз опустить здесь на самом деле как бы если у меня ось вверх и вот короче чтобы делать f он будет брать например этот элемент вакуума и переносить сюда ну а потом другое брать и вот пока пока может будет переносить каждый поделюсь это будет такая сумма по всем возможным перенесениям каждое перенесение в каждом слагаемом всего один раз перенесение вот а потом значит ек она будет делать наоборот но будет обратно вот его и обратно будет переноситься только то слагаемое которые которая тарану было перенесено вправо то есть мы с помощью е а с можно только то слагаемое которое дает вас пом теряет минус она полу перенесена на право вот из этого я здесь пропустил что очень важно здесь будет n я не знаю давайте подайте голос кто-нибудь кто сюжета не знает и кто хочет узнать и вот стало ли чем понять узнал ли он что-нибудь сейчас если вопрос у меня вопрос сейчас почему у нас 22 столбик что и что они вот эти два столбика символизируют они сами символизируют то что мы берем алгебру s2 вот если мы хотели брать ну и этого значит смотри у нас есть индекс а как это я перенесся они все правильно испугался вот они символизируют то что у нас ну вот на конечномерном примере вот у нас есть буквы и и жи и вот как бы столбик это вот значит точки вот здесь н точек если мы хотим месса ленту мы берем н точек и вот значит дифференции пси жи она значит убивает точку жи а пси она значит добавляет точку на позиции и вот когда мы афинализировали спросил что символизируют сами точки сами точки символизируют там c2 помножить на cz минус 1 это это они символизируют да 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 ну как бы да то что у нас c2 да ну c2 это да c2 повторено бесконечно много раз да эти точки у нас собственно и есть потом от этого берется как говорил саша полубесконечная внешняя степень то есть эти элементы внешне перемножаются друг на дружку ну там в каком порядке к может быть более-менее как написано вот те точки которые жирные они и внешне перемножаются в бесконечном количестве после этого как к внешнему произведению применяется там например ей и это и н то что саша сказал ну и н то применяется в бесконечном произведении внешнем примере по правилу лейбинца первому потом к второму потом к третьему и тогда вот вот тут это применяется к самому первому и он берет и перетаскивает его там куда потом к второму потом к третьему такая принцип бесконечная сумма но как было сказано что она конечная потому что эти точки начнут наезжать друг на друга от шутки фермионы то есть поэтому там ну такая алгебра грасмана как бы по всяком случае мне что она не очень похожи вот и в одной точке два таких стоять не мог ну вот ну то есть сюда на примере можно может быть чтобы еще было стало еще более понятным может надо привести пример сказать что все-таки эти элементы вот эти самые расстановки этих точек они нумеруют базе на котором собственно у нас и действия правильно установки этих точек ну да расстановки такие вы ставите бесконечно много точек как что ну такие жирненькие точки то есть выше там достаточно высоко на этой картинке все должно быть жирненькая достаточно низко что должно быть не заполнено года а между ними уж как что 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 есть то есть вот и на таких штуках например и это и это действует вполне коррект ну да а еще раз вакуумный вектор это когда все подряд тогда половина жирная вот эта верхняя половина жирная здесь некими вакуумный вектор это некоторая такая договоренность что вот есть некий мест некое место 0 вакуумных векторов принципе есть много похожих вакуумных векторов но могут фиксируем один из них выбираем которую устроен так все начиная с нуля сверху заполнено а все ниже нуля заняты можно было выбрать другой можно было бы не с нуля того с единицы или с двойки или с пятерки с чего угодно и это тоже можно было бы назвать вакуумным вектором и было бы точно то же самое не вот то есть вот вот этому конкретному вакуумного вектору можно применять скажем же l2 с крышкой вот и значит при этом получится много всяких других векторов вот это получится не все наше пространство например вакуумный вектор где там еще две точки жирные так получить нельзя но можно получить кусок некоторые про которые собственно шла речь да этот кусок он отличается от всего тем что если условия сохранения как бы заряда то есть общее как бы количество вообще бесконечное количество но вот каком-то хорошем смысле количество то есть если там не знаю рассмотреть нужно смотреть для конфигурации рассмотреть разность количеству в общем где одни законы очень можно смотреть как бы разность между двумя конфигурациями и рассмотреть сколько какое там количество точек и вот это количество должно быть нулем ну с учетом знака и вот это условие как сохранение заряда ну то есть что мой вот как бы я это сформулировал так здесь так сформулировал но если это сказать по-человечески то вот надо сказать что я значит сколько раз ферме он убрал столько раз я его и поставил может другом месте но количество то есть вот она отличает нас интересуют те состояния которые получаются из вакуума убиранием конечно там убиранием n фермеонов и добавлением тоже n фермеона количество фермеонов сохраняется ну бесконечно она сохраняется каком-то смысле она конечно так ну понятно да спасибо хорошо здоровья вот мы тогда продолжим в общем я хотел ладно еще одну манипуляцию вот чтобы взять например конкретный пример вот f минус 2 вдруг может быть непонятно что происходит если я пытаюсь f минус 2 вакуум применить к вакууму я буду получать сумму двух состояний вакуум это вот было такое состояние было заполнено а потом было все пустое вот а f минус 2 он значит действует вниз вот так в общем в общем давайте я напишу это будет сумма двух слагаемых одно слагаемые его символически нарисую вот так это когда вот этот друг переехал сюда а второе да но возможно сейчас я про знак не могу сообразить возможно здесь какой-то знак но скорее всего его нет а вторая конфигурация это когда вот этот друг переехала сюда сумма получилась конечная потому что когда я пытаюсь перетащить вот этого друга он уже не перетащить вот этого друга сюда он уже не перетащить вот а потом я вот на эту сумму пытаюсь действовать например едва вот и едва пытается перенести обратно и у него вот здесь не получается пронести здесь соответственно нечего пронесить единственный раз когда у него получается это стрелка в обратно и отсюда получается одна единица отсюда получается 2 единица и вот у нас получилось вот такой вот здесь я тут намекаю на следующее что как бы что в данном случае мы проверили такое соотношение как бы е плюс н действует так договорились что я плюс н на вакуум на самом деле автоматически действует ну это просто потому что вот мы вот на это состояние если бы вверх этот фирмен передвинуть туда но мы сразу с проблемами столкнулись вот а соответственно вот этот здесь здесь написано только в одном порядке но можно написать коммутатор в другом порядке автоматом 0 вакуум вот и вот мы только что проверили что этот коммутатор равен и он умножить на вакуум вот но на самом деле мы знаем что вы с этого с крышкой ну мы так догадываемся что получится если два с крышкой и не то чтобы это прямо доказал но поверьте вот должно получиться тут еще должно быть аж 0 а потом плюс вот дельта ну то есть дельта в данном створце и равно единице вот плюс к на и вот коммутатор равен аж 0 просканая посмотреть на соотношение но как видите из этого следует что пара на единице на 6 аж 0 действует нулем на вакуум аж действует вот давай вспомним как аж действует как такая вот разность но она хитрая тут видишь как раз в них влаши вся собака за рыбка потому что там ваши есть вот эти вот твои точки вот и нет но как вы сказали если м равно нулю то тогда если м равно нулю это существенно если м не равно нулю то там как бы без разницы ставить двоеточие не ставить но нет но это и понятно вот элемент аж 1 например опять если посмотреть что он делает там с вашей картинкой то он элементы поднимает вверх да эти жирные точки он не он не меняет из одной линии в другую а двигает их просто вверх вот а там аж там например один их соответственно двигает вниз и это будут конечные суммы а с аж 0 тоже проблема видна потому что он должен по правилу лейбница применяться ко всем то есть будет бесконечно ну да ну вот я только пытался объяснить я брал правда не весь аж а только кусок его первым вот и пытался применять его к вакууму и вот я пытался объяснить что при этом получится бесконечность если нормальное предотвращение не поставить а вот нормального предотвращения она спасает делает это выражение нулю конечно легче понять если чуть-чуть с этим поманипулировать это ничего-то гениального нету просто нужно поиграться с этим еще раз предвещение в чем заключается она 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 заключается следующем буквально берется просто значит есть оператор который замыляет вакуум скажем так вот если вот этот оператор не замыляет вакуум а этот оператор замыляет вакуум то надо их поменять местами такое дурацкое правило то есть вот если под двоеточиной они стоят два из выражения надо их поменять местами если первые если 2 0 2 а 1 не знаю ну как раз у нас из-за того бесконечная сумма в которой вот такой вот есть добро в котором неправильно неправильно порядке расставлены сначала мы понижаем сначала мы действуем нарождаем что-то потом уже убивая то тогда у нас бесконечную если мы применим вакууму то у нас получится бесконечная сумма а вот если мы переставим так чтобы сначала убивала то к вакууму получится 0 грубо говоря определение такое давайте будем определим h0 так чтобы на вакууме действовал 0 грубо говоря ну не совсем как-то наивно просто на и положим равным будет а вот так чтобы он непонятно перестал пони сейчас немножко не понял почему все таки 0 получится вот в этой штуке вот если переставим давай пример сейчас давай на примере давай например значит имеется все один минус один все один со звездочкой один вот так вот и примененный квак вот сейчас вот этот оператор он рождает он его о нем надо думать как о таком операторе дпдп все один один знак меняется я запутался дожди секунду я думаю что звездочка как раз убирает . нет сейчас кого он убирает есть мы в минус первой строчки в первом столбце должны точку убрать а так у нас нет вообще вот есть согласованность которая говорит о том что ну ну ты там можно по-разному договориться но вот как бы чтобы было красиво чтобы все так сказать хорошо друг с другом согласовываются были простые формулы тут вы ешь дельта функция такая хитрая дельта к плюс 0 из-за этого для этого пси и со звездочкой и это дпдпси и и от минус или они отель вот такая непривязненность понятно то есть наивно хотелось бы написать плюс л но вот но вот как бы можно было вот здесь написать везде минусы здесь минусы а здесь тогда можно было бы написать каплю цельного это так можно испоганить от машины понятно вот давай действовать сейчас только я то есть понять то есть я мог облажаться с обозначением сейчас посмотрим то есть у меня дпдпси один дифференцируем просто убирает . да если вот на вот этом языке да но мне как-то неправильно получилось сейчас у меня получилось что это действует сразу это действует нулем и сразу вот но это возможно потому что у меня не знаю сейчас не буду разбираться попробуем другой оператор попробуем другой более интересный пример это вот такой вот тогда вот это вот штук уже не действует надо она действует но там есть все один он сидит сидит по нему дифференцирует а потом него же умножает поэтому эта штука она там более менее это самый вакуум тут я опускаю некоторые тонкости нужно значит вот если вакуум это значит там все 10 все 11 все 20 тонкости связанные со знаком да 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 но эти тонкости со знаком они сами друг другу сокращают то есть написанное выражение вынимает и вставляют ну да ну то есть это происходит потому что мы как бы этот знак можно наивно так сказать можно как-то получше сказать но здесь совсем по тупому то мы берем значит все 11 данной ситуации проносим два раза через знак в данном случае повезло здесь нам повезло что два раза так могло быть нечетно что раз дифференцируем то есть его тупо убираем а потом опять его же ставим и нам нужно его обратно пронести чтобы получить выражение эти вакуум и вот когда мы туда обратно проносим у нас как бы знак сокращается вне зависимости от того сколько слага сколько множителей понятно поэтому как бы без разницы поэтому если вам процедуру здесь вы поставили там чем эта процедура так бы также бы точно в точности сработало себя лицом все и один час все и где могло быть и 2 я здесь бы поставил не единицу а к больше 0 вот здесь бы вообще ничего не просто в точности просто вот ну и это демонстрирует то что если у нас там бесконечная сумма например вообще один то у нас бесконечную нас как бы перед вакуумом набегает бесконечный множество я не чуть не понимаю как как это можно исправить а вот сейчас объясню как это можно справиться а нужно договориться значит что если ну такое правило сейчас вот выглядит как костыль ну честно знаете когда ты первый раз увидишь это просто выглядит как костыль а потом значит это начинаешь с этим работать и понимаешь что так сказать все все продумано я не знаю как это математически по моему выглядит как очень глупая операция но почему-то она работает ну давай операция такая в этой ситуации переставлять есть операция в нашем случае случае очень просто если к меньше нуля если к больше нуля то значит все и к все и со звездочкой от минус то с нормальным приручения по определению просто есть чти и со звездочкой минус к си и понятно некий и такая штука у нас нулем сразу действует она просто автоматом действует ну потому что мы так сделали мы взяли и просто руками перенесли оператор убивающий сначала действовать на вакуум но вот если мы будем действовать не на вакуум на самом деле такой способ как правильно сказать вот эта процедура вот нормальное проточение это такой способ выбрать где 0 вот мы говорим на вакууме действуем нулем вот это вот процедура она как раз это и говорит давайте действовать на вакууме нулем бесконечность которая возникает искусству она связана с тем что мы просто не тут не там действие там это значит надо действовать на вакууме нулем а дальше на других отсчитывать этого ну то есть чтобы чуть-чуть проиграться с этим давайте нужно было бы взять чтобы что-то продемонстрировать такое надо было бы взять состояние не вакуум на какое-нибудь другое например получено вот если применить все примените минус один вакууму то это вот состояние она будет иметь такой вид я это направо что мы будем идти такой вид узнал вот пока не утверждение которые права нормального предотвращения надо сейчас но на нормальное предотвращение попробовать по действиям но вот сама с этим вектором согласен потому что мы взяли один фермен перегнать вроде тогда вот а вот теперь давай вот на это подействовать тем добром что у нас тут написано вот 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 тут то то конечно очевидно опять будет бесконечно а вот если мы упорядочим вот если мы упорядочим причем мы как бы вот при к большим нуля будем потому порядочить а при к я затрудняюсь надо посмотреть внимательно зависит от того зануляет вакуум и не знаю давай посмотрим при к большим нуля когда упорядочили значит вот у нас тут появляются слагаемые вот особенно если все 2 у нас появляются 1 минус 1 со звездочкой на пси 11 и вот еще второе слагаемое которое интересно это все вот это слагаемое на вакуум действовал нулем а вот на эту часть она вот она вот стремится вот сюда поставить час куда нужно стрелять она стремится вот сюда вот этого единица сюда стремится поставить она ставится и тут же поэтому вот это в применение это выражение в применении к еминус 1 вак равно е минус 1 вак понятно ну вот ну чтобы дальше прям вот хорошо это почувствовать можно если долго с этим повозить больше я не могу на дать руки да давай дальше вот давайте вернемся а то у нас там еще модули до мазюра хотели чуть-чуть обсудить вот ну собственно вот я вот как-то попытался только что это промотивировал ну какой-то степени показал какими-то вычислениями что уровень к равен единице в нашей ситуации ну уровень как раз после информации нет это как раз это число к которое мы добавили в соотношение ну и как бы она вот этот уровень он честно связан с тем что мы с этим нормальным предотвращением то есть как бы повышение представление уровень равен 0 там как никакого центрального расширения там по сути действует просто алгебра петель а когда выберем полу бесконечную внешнюю степень за счет этого трюка введения нормального предотвращения мы умудряемся действовать но уже на уровне 0 1 у нас появляется вот это у нас алгебра в результате поставления многоточий она портится но портится не сильно а как бы происходит центральное расширение как бы получается теперь я еще расскажу на самом деле таких представлений в этом всем море от дирака есть вот это вот то что прождено вакуумом люди называют дираковским морем я обычно рисовал картинку сверху вниз нарисовался слева направо сейчас я хотел сначала сказать что два разных представления один вакуумом вот так выглядит куда бесконечность а тут . тут пустота а другой вакуум можно получить также только надо какой-то правильный вектор можно один одну из точек заменить на добавить один фермион это будет другое представление то есть когда мы будем то есть это тот же представление фермионов они друг друг через друга выражаются с помощью фермионов но если действуем алгебра и среди 2 с крышкой то это два разных представления то есть они друг друга уже не перейдут потому что под действием и среди 2 с крышкой мы сохраняем количество фермионов а тут на один фильм он больше вот и с помощью этого добавления фермиона как будет если его добавили если его не добавили мы получаем два разных представления старшего веса на уровне эти веса если их посчитать веса как раз только как 0 действует на вакуум на данный вакуум обычный простой вакуум вы видели что было 0 а вот если подействовать на вот этот вот еще с фермионом там каким-то то ли пси-1 то ли пси-2 оно в принципе без разницы и с тем и с другим вы рассказываете подробно конечно вы не выразили ту мысль что значит вот построено вам представление представление с л-2 с крышкой да она разлагается значит но она не уж точно не неприводима даже более того она раскладывается соответственно большую сумму таких представлений да 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 это все правда но это вот невозможно все это нет нет но это как-то зафиксировать потому что это большое старший вектор берете вот такой вектор и действуйте на него с л-2 с крышкой да то есть мы действуем подряд часть нашего пространства и это есть интегрируемое представление там со старшим весом там 0 1 а если вы берете там другой и действуете получаете со старшим весом там 1 0 вот ну а в принципе можно брать там другие вектора и тогда ну вот то есть все пространство раскладывается в сумму вот таких вот относительно с л-2 с крышкой в большом количестве а в каком количестве вполне можно проконтролировать ну да там можно проконтролировать но мы прям в данный момент точно это делать не будем может потом дальше нам чуть-чуть это пригодится не знаю посмотрим пока мы не будем затрагивать просто там там просто есть две причины реально один это то что на самом деле как бы хорошо действовать более хорошо и удобно действует не с л-2 с крышкой это одна причина а вторая это вот сохранение заряда вот если обе эти причины участь то как бы все будет хорошо то есть вот множество то есть подпространство во всех это во всех то что я называю дировским морем которые удовлетворяют условия сохранения заряда и на котором действует за льва с крышкой она является неприводимым представлением алгебры же льва с крышкой но же льва с крышкой это прямая сумма двух алгебра с льва с крышкой и еще некоторые алгебры такой очень простой гизенберга вот но как она но мы не будем я сказал мы не будем уже почти все рассказал ну непонятно значит непонятно вот теперь есть еще вот вектора очень хорошие которые мы называем экстремальными вот в данной ситуации их очень легко вот явно указать это вектора которые получаются ну по одной как бы обе строки полностью заполнены с какого-то момента полностью заполнил но эти моменты не совпадают вот если мы как бы если эти моменты согласованы в том смысле что сумма и суммарный заряд правильный то такие вектора называются экстремальными вот их такое бесконечное множество и вот они нам в каком смысле нужны они лежат наши алгебры это можно легко увидеть в нашем представлении чтобы их получать нужно там я не знаю нужно на самом деле вот допустим было такое состояние тут есть захотели на него подействовать оператором е в общем первая наша удачная попытка на него подействовать это будет е минус один каком по действиям где минус один у нас получится вот такое это первое это первый экстремальный вектор потом значит захотим действовать и опять ну вот и будем пытаться действовать первым нетривиальным материальным способом значит если я минус один будет сразу 0 я минус 2 тоже будет сразу почему то что вот это вот минус один это вот сюда попытаться перенести это 0 или выше не минус 2 это сразу сюда пытаться перенести тоже мой вот значит первое нетривиальное теге минус 3 и это будет значит вот такое вот так но на самом деле процедура продолжается и так далее как бы если вы подумаете чуть-чуть 5 секунд поменьше дальше минус 5 и так далее а в обратную сторону тоже есть экстремальные вектора это f минус 1 вот он значит будет f минус 3 и так далее вот и это вот то что я здесь написал это очень тесно связано с картинкой параболы с вами когда-то обсуждали чуть-чуть просто раз чуть-чуть обсуждали давайте сейчас мы еще раз нарисуем какую-то параболу вот то есть это старший вектор ваше извини пожалуйста здесь здесь у еф один знак в аргументе да какие у нас правило один знак хорошо и оказывается что один знак это ну так это в общем да так получилось здесь значит и минус 1 на вакуум а здесь е минус с минус 1 на вакуум дальше что происходит это это значит смотрите что я рисую значит по оси y я рисую градуировку как бы вот я складываю числа которые здесь в вакуума 0 я просто рисую . а потом значит я опускаюсь на столько но настолько вниз какова сумма коэффициентов для их минус 1 и опустился на 1 для f минус 3 минус 1 я опущусь на 1 2 3 еще сюда f минус 3 минус 1 вак вот но и вот с этой стороны также вот абсолютно вот а по градуировки по оси x эта градуровка по h0 как h0 действует на вакуум h0 действует нулем на е минус 1 она будет действовать там единицы двойкой двойкой так получится надо посмотреть внимательно так получится на f но вот на е минус 3 е минус 1 скобка она будет действовать четверка и так далее вот 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 она парабола моя любимая вот вертикали у нас какая градуровка получается ну по секрету скажу что это по и 0 но а для тех кто не значит для тебя скажу по секрету что и 0 ну а если как ее просто вычислять это просто сумма коэффициентов это если мы применяем какой-то к минус с то вот это минус с вот теперь мы суммируем все такие числа произведение вот такой погиб на данность гарнировка это сумма минус с понятно ангелин ну вроде то но это вот по смыслу это означает именно градуровку как бы виразора и ну да и этот и 0 его в принципе можно добавить картонский под алгебрит то есть можно его не через шугавара определяется просто просто да можно его просто добавить вот ну да вот но давайте все-таки перейдем я вот тут уже мы так сказать уже зашли так сказать стыла на модуль демазюра я уже их обошел почти стороной вот давайте про них чуть-чуть поговорим в общем я не прям очень хорошо знаю поэтому я расскажу вот только я понял как то как что может быть нам потребуется в нашей дальнейшем здесь и разговор такой что значит я буду определять модуль дыма именно в нашей конкретной ситуации они вообще хотя его можно вообще я даже ну нашей ситуации мы управлять вот так модуль дыма озера он будет у нас значит это модуль для вот такой как бы алгебры с или 2 на c то есть у нас вся и среду вас крышкой она устроена такая бесконечный там бесконечный набор образующих три бесконечности вот 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 если 2 вот 1 вот значит если 2 умножить на т значит если 2 на т квадрат и так далее здесь еще если 2 умножить на т в минус 1 вот и так далее и вот мы рассматриваем только те соль два которые вот значит умножаются на положительную степень ты сейчас чтобы определить модуль дыма озера то есть когда мы говорим про афин на алгебру мы рассматриваем все а вот сейчас мы хотим рассматривать только положительную часть вот и вот мы будем брать этот интегрируемый модуль брать в интегрированном модуле вот какой-нибудь старший вектор ой ой не старший экстремальный это вот тот который я только что определял из песни какой-то и объяснял что вот они это это как бы целые числа и целочисленные вектора это целочисленные точки на параболе экстремальный вектор а вот там дальше продолжается вот ну вот оказывается что не оказывается это определение что вот можно брать такой экстремальный вектор и действует на него только вверх только вверх это значит что вот допустим взяли этот экстремальный вектор или давайте вот это и начали действовать на него только положительной частью отсюда мы можем только вот сюда двигаться или вот сюда двигаться а вот вниз нам запрещено с 0 квадратных скобочках это r1 квадратных скобочках и вот смотреть что вот этим другом порождено когда мы действуем наверх и вот то что порождено и называется модульном дамазюра понятно что так как у нас просто вообще здесь конечно мерное пространство вообще сверху легко увидеть здесь вообще конечно всего просто там в силу того в каждой точке сидит конечно мерное пространство силу градуировки и соответственно у нас получается модуль дамазюра конечномерное представление которое задается выбором экстремального вектора в интегрированном модуле пока непонятно зачем мы его рассматриваем понятно что хорошего в нем есть такое пространство во всем интегрированном модуле на котором можно действовать в верхней части если 2 на уровне если 2 на ct понятно ли определение кто-нибудь кто не знает что по воду дамазюра спросить да вроде понятно а модуль дамазюра получается одним экстремальным вектором порождается теорема про сумму прямой этих моделей давай теорема будут попозже а мне а мне непонятно ты берешь вот я представляю каждую точку это какая-то конфигурация из черных и белых точечек и что я представляю что у меня есть только такое под семейство векторов под семейство действий на это на эти точки да я смотрю сейчас объясню вот как это понимать вот есть вот эти вот вот есть какой-то конкретный экстремальный вектор в данном случае минус 3 минус 1 он вот так вот выглядит и теперь я на него действую только не понижающими операторы то есть я не действую только теми и только теми эфами и ешками которые шарики поднимают только вверх или в общем они не опускают их вниз могут быть промежутки могут быть то есть и вот нарисовал стрелочку что нижний шарик на один вверх и влево так можно да вот так можно подвинуть да вот такое такая операция разрешена вот так подвинуть вот так подвинуть это операция из из пози но это пси это только одна мода какая-то сейчас скажу как это сказать пси-2 я не могу сообразить сейчас пси-1 какой где-то тут ноль в общем пси-1 какой-то к на пси-1 там минус к плюс 1 что-то такое я сейчас не могу собрать какое к просто вот но это одна мода а мы не можем вот так один можем по очереди двигать все возможные вот этот один раз подвинуть вот этот один раз то есть там получится сумма состоянии фирменных состояния фирменных то есть вот ты примениваешь есть такой оператор вот на право который действует это f1 вот можно применить f1 к е минус 3 е минус 1 чтобы это по-человечески применить значит нужно там будет сумма фирменных состояний ну вот как я как вот я брал значит и вот ну вот это могла видеть такую проблему уже когда ты берешь е минус 2 и применяешь к вакууму там уже два состояния вот тут такое же тоже может правильно ли я понимаю что рассматриваешь какой-то набор операторов сейчас я рассматриваю операторы которые называют буквами еф я нет алгебра ну да но не всеми а только повышающие то есть только теме у которых индекс который здесь не пишем двойка единица тройка он положительно ну не отрицать 0 тоже а сейчас вот сейчас ты рассматриваешь повышающие операторы но ты еще их рассматриваешь действующими на один вектор ну как я смотрю вот беру вектор подожди вот я беру этот вектор е минус 3 е минус 1 вакуум и начиная действует на повышающими операторами сколько могу как могу так и действует всеми возможными комбинациями произведениями всем а какие-то большое линейное пространство с какого еще вектора можно начать с любого который находится на этой параболе то есть вот с этого можно с вакуума можно носить с вакуума начнется только вакуума получишь можно начать вот с этого это получишь 4 вектора на самом деле а вот если начнешь вот с этого то магическим образом я вот знаю ответ поэтому я говорю что пользуется 16 вектор и это не все векторы которые находятся сверху парабола некоторая часть какая-то алгебра получается это модуль это под модуль это под модуль то есть у нас есть модуль он неприводим вообще но он модуль для интегрирует интегрируем модуль сл2 с крышкой неприводим а в нем его можно рассматривать как модуль сл2 какой-то верхней части вот средства с крышкой то есть модуль под алгебра выставить вас крышка есть такая подалка естественно 2 с крышкой а в ней сидит сл2 тензор на на ct как подавлю и вот ты можешь рассматривать какой-то модуль средства с крышкой как модуль на котором действуешь только вот эти так и рассматривали вот и тогда вот в этом большой этот модуль ты можешь рассматривать сразу весь интегриваю модуля не только кусок и теперь ты можешь вот в этом огромном модуле бесконечно меру найти вот такие конечно мерные куски порожденные вот этими самыми экстремальными векторами на самом деле комиссии другие куски вообще можно взять любой вектор и рассматривать все что им порождено там есть какая-то такая а-ля фильтрация то есть там есть много очень модулей которые друг друга как-то вложено вот эту структуру мы сейчас изучать не будем богатая я по нее знаю мало что-то могу сказать понятно определение до пахина хорошо вот теперь ну вот это определение а есть теперь такая значит теорема вот только я наверно ну очень я чувствую что время уже заканчиваются я хочу хочу сейчас просто значит закончить если не против я сегодня вот сейчас пять минут поговорю поговорю про то кто-то что такое 0 до мастера и зачем лучше хорошего теорему скажу так не докажу ни в коем случае а следующий раз я видимо в начале скажу зачем нам сети модуль дамазюра и как это все связано с кристаллами это сегодня вообще кристаллами не партиз правильно хорош план вот но надо все таки в общем чтобы вот я определение сказала следует мне здесь теорема вот я опять как бы недостаточно много написал вот чтобы написать достаточно много сейчас я еще вот значит есть еще надо напомнить что такое что я имею ввиду сейчас вот под c2 по моему не очень хорошую цифру значит есть c2 от у нормально видно наверное нормально так же как мне примерно вот c2 от у это двумерное представление двумерное представление мы значит договоримся следующем образом что е от где-ка действуют там по определению это значит венО на двумерном пространстве действуют сама ко себе и вот значит это двумерное представление определенная по числу то есть мы задаем ему число и по нему страну нервное представление и задается вот такой формулы что я к действует е умножить на уж степени к аевка соответственно действует с на уж степени к подъели здесь имею ввиду то есть это это равно значит такая матрица 0 уж степени к но здесь имеется только матрица 0 понятно да у это конкретное число если раньше я там раньше тоже были праву лейшим представления это и другое влечь на представления между ними есть большая разница можно смотреть на у как на формальный параметр и тогда у нас бесконечно мерное пространство полиномов а можно смотреть на у как на число и тогда у нас двумерное пространство на котором алгебра такой очень 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 сильно и там крутит очень много кто там действует на одном и том же двумерном пространстве перенасыщенная нас интересует такое вот хочу обратить внимание значит что что-то ц2 его можно не можно смотреть как на можно сказать c2 от нуля очень интересный объект c2 от нуля вот на нем значит е0 во первых на c2 от нуля вообще не действует и минус к его там нет в принципе x минус к нету потому что там уж минус к ты была она бесконечно станет очень незаконно именно поэтому как бы в общем это связано с тем что мы рассматриваем что модули дом озера это модули вот такой алгебры то есть там как бы обратных степеней нет нам они не нужны мы сейчас будем строить представление c2 от 0 это 22 это представление алгебры а финна алгебра два от нуля это представление только вот этой части с l2 на ct вот теперь мы берем и значит хотим c2 от нуля умножать на c2 от у один там c2 от у 2 и тогда и тогда ци двое в степени у н где у 1 некоторые числа а потом хитрым образом вот я сейчас может чуть-чуть попытаюсь пояснить что значит хитрым образом брать предел вот этих вот здесь написано эти у нас хитро устремлять к нулю и вот если хитро устремлять к нулю теорема говорит о том что иногда можно получить модуль дамазюра фантастически немножко взяли модуль дамастера у нас определялся какой-то под модуль в интегрированном модуле набрали это бесконечно мерное пространство и в нем как-то правильно так высекали там какой-то кусочек оказывается что этот кусочек он изоморфен вот такому вот два степени n сразу видно что это вот 2 степени n плюс 1 мерное пространство даже не очевидно что тот кусочек модуль дамазюра имеет такую размер уже даже в этот момент не очевидно а что уж там говорить про структуру потому что эта структура одинаково вот это совершенно не очевидно но это правда вот я сначала хочу спросить понятно ли утверждение понятно что я не объясню как предел брать но вот хотя бы сам пахло с утверждения понятен сейчас во первых два вопроса вот c2 от нуля это же казалось бы такое очень странное представление где все действует нулем да не все не все а там там есть е0 вот е0 там действует вообще нормально все прошло нормально и аж 0 нормально а вода е1 там действует нулем x1 вообще xk в принципе при к больше нуля там действует нулем да действительно так и xk при к меньше нуля но не определено и нас давно не интересует замечательно так а еще значит по формулировке вот этой теоремы ты сказал что значит есть вот такой изоморфизм для модуля дамазюра да это каким каким вот этим вектором он определен хороший вопрос правильный вопрос очень правильно вот значит ну на самом деле ну смотри давай тогда давай договоримся что здесь пока будет нечетное число этих степеней написано то есть c2 на c2 допустим то есть первый не первый интересный случай когда мы c2 два раза умножаем c2 или неправильно говорю чётные получается 2 это чётное число то есть значит вот первый модуль это два модуля потом четыре то есть можно рассматривать и 3 просто это в другом интегрированном у вас есть два интегрированных модуля они друг с другом там меняются я для просто ты сейчас говорю вот только про чётное число в вакуумном будут только такие с чётным встречаться в вакуумном модуле извиняюсь в вакуумном это значит что вот есть этот вакуум в котором мы все время с вами говорили вот и что мы смотрим в общем сейчас конкретно скажу вот значит вот есть вектор вот который есть пространство которое порождено вот этим вектором и это значит давайте дать по порядку вот этим вектором порождено нулевая степень то есть просто c значит вот этим вектором порождено c2 от нуля тензорно на c2 от у при у стремящемся к нуля тензорно при у стремящемся к нулю вот это четырехмерное пространство здесь вот . с одного вот она это четырехмерное пространство а следующим вектором порождено c2 от нуля на c2 от у на c2 от у 1 на c2 от у 2 и нужно еще на c2 от у 3 вот и этим вот вектором тогда будет порождено вот такой вот 16-мерное пространство понятно некий да понятно вот такая вот но как бы если ты можешь спросить что-то есть экстремальные вектора с 1 это без разницы потому что как раз они ну как раз если ты будешь просто тупо действовать вот так смысле вот этим все время будешь действовать f0 ты как раз из одного вектора продержит другой то есть экстремальные два экстремальных вектора противоположны друг другу они по парам разбиваются они являются как бы старшим и младшим векторами в модуле демозер одном и том а вот если взять вот этот катый вектор да то можно как-то увидеть какой кусок от характера ну получается если на него действовать вот эта положительная часть от характера всего представления ну можно но в общем мы возможно следующий раз этого начнем я давай сейчас вот я вот я хотел новичка сказать правильный вопрос правильно было поспредить за тем как этот характер так наращивается но мне кажется что можно поспредить так можно давайте сначала сначала я скажу про то вот я хотел привести пример я говорю что надо каким-то правильным образом брать предел вот я хотел как-то продемонстрировать на примере хотя бы двумерном о том что там как бы правильный образ от довольно хитро я хочу так сказать хитрость вам показать если я нигде не ошибся его сам проверял у меня получилось так значит такая картинка значит c2 от нуля за два тензорном произведении мы все еще в это вне квантовом то есть у нас еще у равно единицы там если кто не знаю что такое что можно вот значит таким добром на все очень можно здесь пока равенство не стоит вот давайте вот посмотрим этот модуль как он устроен я буду обозначить вот такие буду обозначать этот плюс и плюс там точно 4 мерное пространство так где значит 4 мерное такое пространство это вот у меня тензорное произведение 1 плюсик или минус будет означать вектор в первом пространстве а второй плюсик минус вектор в втором пространстве вот теперь сейчас надо разобраться меня помнить здесь вот отпечатка сейчас мы среди в чем что у вас есть старший вектор который плюс плюс и чтобы в принципе чтобы получить трехмерное пространство из-за ту плюс плюс вам хватит постоянные следва ну да вот но просто если да плюс плюс там потом сумма вот этих плюс плюс минус и минус плюс и минус минус вы получите просто действием диагонального sl2 в общем да есть вот такая проблема что если бы мы взяли просто у равном нулю то у нас получилась бы прямая сумма да если у равна нулю взять по умному то есть то есть как бы сдвинуться с нуля и взять предел то значит если вы сдвинулись то у вас представление c2 от нуля на c2 от у оно неприводимо как представление алгебры токов вот я сейчас хотел сказать как это сделать ну да нет но вы может быть сейчас время выходит и вы может быть следующий раз думаю что с этого надо тоже начать но как бы идея принципе это каждому самостоятельно такое такое осмыслить значит что тут есть постоянная сл2 есть сл2 умноженное на т вот и это сл2 умножить на т но из старшего вектора делает еще один дополнительный вектор то есть f умножить на т но из вектора плюс-плюс делает нетривиальную линейную комбинацию плюс-минус и минус-плюса но это не просто сумма а при ненулевом у это соответственно 1 плюс там т умножить на другой что ли там или единица минус т умножить на другую ну хорошо ну да ну то есть что у вас одна из этих линейных комбинаций плюс-минус и минус-плюс она получает меньше ну она получает как бы следующую груду и ров вот наверное в следующий раз вы это скажете строго да как бы в терминах фильтрации и присоединенного груду и ровного фактора я попробую я пока так не умею но я могу попробовать не не но можно можно попробовать это выговорить то есть это полезно ну хорошо да давайте попробуем вот ну да но а как бы мысль сейчас я чуть-чуть скажу давайте скажу последнюю фразу заключительную к чему вообще все это разговаривали идея в том что как бы вы можете сколь угодно близко как бы беря очень большой модуль дамазюра вы можете сколь угодно близко приближать ваш интегрируемый мод вот и поэтому я правильно да я прошу прощения у меня просто через видимо через две минуты сейчас начнется последнюю фразу и вот именно это то что так он он то что его так можно реализовать она и дает ну вот я в прошлый раз рассказал какое-то правило потому как надо действовать на интегрируемый модуль как кристаллический базе организован и вот это правило но как раз именно про то что можно вот таким таким пределом получать весь интегрируемый модуль но следующий раз я тогда это еще поясню и вот как просто поинт в этом вот это не просто так рассказывал интересные штуки а вот смысл в этом есть ну ладно давайте я закончу вот ладно хорошо бы а можно я тогда еще бориса львовича спрошу и и вы можете сразу не отключать интернет запись можно остановить нет лень тебе нужен будет этот самый интернет а или здесь ну да мне сейчас нужен будет да ну в общем запись запись останавливаю